Так, ну что, мы вам все обещали, и вот, наконец-то, начали, так сказать, сдерживать обещания. Алексей Кузнецов в студии, вот это кайф, привет! Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Ну что же, мы хотели поговорить про берестяные грамоты. Нашли недавно древнюю берестяную грамоту, на которой написано коротко и емко «удавися». И вот хотелось бы, в общем-то, понять, вы видите, как ожидается, что тогда грамоты владели только исключительно очень умные люди, хорошего происхождения, которые писали всякие умные слова, а тот раз и «удавися». Вы знаете, вообще в истории не так много случаев, когда можно сказать, что вот в какой-то момент, а в данном случае прямо с точностью до дня, произошла революция. Да, локальная, потому что это революция в нашей отечественной истории, так сказать, перевернулась не мировая, перевернулась, ну или повернулась, скажем так, резко, именно древняя отечественная история. Но 26 июня 1951 года в Новгороде, который, в Новгороде Великом, который очень пострадал даже по меркам, так сказать, общесоюзным во время Великой Отечественной войны, потому что там линия фронта проходила практически через город на протяжении двух лет, и Новгород пострадал практически от города, ничего не осталось. Это масштабное строительство, город восстанавливается, город активно строится, и это позволило провести, начать, точнее, они продолжаются по сей день, начать масштабное археологическое изыскание. И вот женщина обычная, не археолог, она подрабатывала на раскопе обычным вот таким вот работником, она нашла первую берестяную грамоту. Почему это революция? Потому что на самом деле надо понимать, что с берестяными грамотами в сферу внимания исторической науки входит другой язык. Входит язык повседневного общения. Входит не церковно-славянский, на котором в значительной степени пишутся документы, ведь чем имели дело историки до этого? Они имели дело с летописями, летописи писали ученые люди, монахи, с соблюдением, соответственно, всех правил церковного письма, и с документами государственными, так сказать, юридическими актами, которые писало чиновничество, вы ученики тех самых монахов в стиле достаточно близком. Ну, то есть все было плюс-минус одинаково, по форме. Но это все равно, как о сегодняшнем языке, о сегодняшнем русском языке мы имели бы представление исключительно с сайта Госдумы, да, так сказать, вот проекта нормативных актов, ну и какая-нибудь русская классическая литература 19 века. Вот это представление о современном русском языке. Оно будет довольно далеко от реальности. Мягко говоря, и вдруг, и вдруг на нас обрушиваются новгородские частные письма, новгородский Фейсбук, если хотите, или даже ВКонтакте, то есть еще круче. И выясняется, что и проблемы, которые заботили людей, и способы выражения своих мыслей, и различные вещи, касающиеся социального статуса разных категорий, все это не просто уточняется, а в каких-то случаях подвергается абсолютно революционному пересмотру. Подождите, а давайте разберемся, а кто вообще писал грамоты, кто умел писать, и кто обладал достаточными ресурсами, чтобы вот взять и себе эту грамоту завести? Понимаете, дело в том, что тут, конечно, очень многое зависит от этого совершенно удивительного материала от Бересты. Береста в новгородской губернии встречается повсеместно, да. Не нужно быть богатым человеком, не нужно приобретать дорогостоящий кусок выделанного пергамента, не нужно искать какой-то там заменитель бумаги, который появится достаточно поздно, и первое время будет изготавливаться сложно и стоит дорого. Ты оторвал кусочек Бересты, если ты человек, так сказать, неленивый и аккуратный, ты его немножечко обработал, так сказать, придал ему большей гладкости, ты взял вот этот вот, ну почти древнегреческий стилос, то есть заостренную палочку, которую тоже совершенно не обязательно изготавливать из металла, хотя археологи в раскопах, конечно, находят в основном металлические, но в принципе можно изготовить из кости, из той же самой рыбьи, да, тем более, что рыба раньше была крупнее, точно так же, а трава зеленее. Вот, и пожалуйста, и пиши, как писал Маяковский, хочешь убедиться, что земля погас? Садись на собственные ягодицы и катись, пожалуйста, пиши. И вот тут-то выясняется, что, оказывается, в Новгороде было очень много кому писать. Совершенный шок. Обнаруживаются письма не только к женщинам. Это понятно, написал неграмотный старушек и матери. Не только к женщинам. Ну, вы же не хотите сказать, что это я сейчас свой мужской шовинистик. Нет, нет, я хочу, чтобы... Действительно, действительно было убеждение, что грамотность практически полностью... Ну, действительно, если мы посмотрим на ту же... То есть только мужчины грамотные? Был такой стереотип, потому что, если посмотреть, скажем, на известные на тот момент факты о северо-восточной Руси, Владимирской Руси, да, действительно встречаются даже женщины княжеского рода, не умеющие ни читать, ни писать. А тут выясняется. Сначала-то думали как? Письмо какой-нибудь там старушке-маме. Ну, понятно, старушка-мама неграмотна, но она идет грамотному соседу, он ей читает. Как и в 20 веке, часто, да, приходит письмо в деревню, и вот собирается вся деревня в избе, один читает, старушка-мама там рыдает, тихонечко в углу. Но потом начнут находить письма, написанные женщинами, и явно совершенно не продиктованные. Вот я одно такое письмо совершенно потрясающее вам приведу. Конечно, она пишет сама. Выясняется, что начинают учить 6-7-летних школьников. Одна из самых трогательных и самых, кстати говоря, богатых по своему значению находок – это целая стопка, он, видимо, балбес, их потерял сразу. Вот как теряют сразу портфель со всеми учебниками. Вот он, похоже, потерял портфель со всеми своими рукописями. 12 грамот, принадлежащих мальчику Анфиму. Мальчик Анфим. Ой, он такой красивый. Он фим, да, он учился грамоте, ему лет 7, судя по всему, на тот момент. Ему было ужасно скучно учиться этой самой грамоте, что можно понять. И поэтому он где можно? Вставлял какие-то рисуночки, рисовал какого-то вымышленного зверя и писал «Я зверь». Ну, авторское тщеславие, да, художник так видит. Или изображал себя верхом на коне, и конь схематичный, и мальчик схематичный. Совершенно Георгий Победоносец. Вот он поражает там некого змея внизу, и чтобы опять не перепутали со святым Георгием, это Анфим подписано. Или там, например, он изображает целый ряд фигурок, ну, как дети рисуют, да, палка-огуречек. Самое интересное, у всех этих фигурок прорисованы руки, руки нарисованы, естественно, как грабли, а на этих граблях число пальцев варьируется от трёх до десяти. Из этого археологи сделали вывод, что, вероятно, он грамоте начал учиться раньше, чем арифметики, считать пальцы не умел. Поэтому, ну, я не уверен, что дело в таком рациональном подходе. И опять же, художник так видит. Да, но там... Хорошему человеку он десять нарисует, мне жалко. Мне кажется, можно тут разные штуки придумать. Например, вот именно тогда к нам прилетали инопланетяне. Или, например... Древние люди обладали большим количеством пальцев. Или, например, очень высокая травматичность была вот в том месте, где он жил. Поэтому вокруг него было много людей с отсутствием, как бы, некоторого количества пальцев на руках. Вы себе представляете, сколько идиотов вот с такими вот теориями бродит вокруг, в том числе, темы новгородских грамот. Да что они там, диссертация пишет, и всё понятно. И дальше всё, что ему дураку понятно. И самое интересное... То есть, ну, не самое интересное, но одно из интересных вещей. Это эмоции, которые попёрли из этих грамот. Какие эмоции в летописи, какие эмоции в государственном документе. А тут вот как с этой грамотой от Прокоши к Нечаеви, то есть от Прокопия к Нечаю, да, удовися. Там что интересно. Во-первых, это не такой уж часто встречающийся пример законченной грамоты. Дело в том, что всего одна четверть из обнаруженных более чем 1200 на сегодняшний момент берестяных грамот, это законченные документы. Это обрывочки, это... Слово удовися, конечно, единственное... То есть, не начало, не... Нет, начало есть. Нет, ну да. Есть адресация, это очень важно, да. Не удовися потому что, или я тебя ненавижу, или там ты сломаешься, что что-нибудь такое. А тут большой кусок после удовися чистый. Вот откуда пошла краткость «Сестра таланта». Вот откуда всё это на самом-то деле. Второе, значит, что интересно, грамота необычно написана. Дело в том, что большинство вот этих грамот, если вы посмотрите в интернете, это довольно узкие, довольно длинные полоски. Потому что писали вдоль, естественно, да, отрываешь вот эту самую и... Ой, у нас даже есть картинка, где-то такая длинная, длинная такая вот эта вот часть. Да, вот она, да. И ещё вот там в руках у человека следующую картинку тоже покажи. Вот, вот они обычно довольно вот такие вот. Ну что, а тормал вот это вот по кругу? Или вот, пожалуйста, да. Вот эта грамота от Прокоши к Нечаеве, она такой прямоугольник, толстенький, вертикальный. То есть написано поперёк вот этого самого. То ли это признак особого раздражения, то ли это какой-то, так сказать, особенно гневный смайлик, я не знаю. И ещё, если присмотреться, у Довися написано чуть крупнее, чем адресация. То есть большим капслоком, да, такими большими буквами. Сколько за всем этим, сколько вот за этими там несколькими двумя десятками букв, сколько за этим всяких невероятных гипотез. Может быть, это троллинг, как сегодня. Может быть, это старый новгородский язык подонков. Да, автор, выпей яду или убей себя об стену. Да, может быть, это угроза. Вспомните Шерлока Холмса и его пляшущих человечков последний. Елси, готовься к смерти. Вот, может быть, это всё хана тебе, покойник ты. Может, это какой-нибудь шифр. А может быть, это вообще имя. А может быть, это знание. Может быть, это шифр. Ну, в общем, там, знаете. Может быть, это шифр. Вообще, какие проблемы волнуют рядового новгородца, тоже необычайно интересно. Огромная часть берестяных грамот – это различного рода хозяйственные распоряжения. В том числе и официальные акты, несколько десятков завещаний, где подробно расписано, кому чего отдать. Это жалобы. Вот, пожалуйста, грамота Тверская. В Твери найдено, значит, некоторое количество грамот. И вот такая грамота, датируемая первым двадцатилетием XIV века. От Ильицы к Илье. Шуйга переделывает метки на дубах. Сегодняшнему человеку не очень понятно, чем, собственно, Шуйга занимает. Метки на дубах. Территорию метит. Бортничество. Каждый дуб, в котором есть дупло с дикими пчёлами, приносящими мёд, – это объект недвижимой собственности. Это ресурс, конечно. Это ресурс. Так вот, Шуйга переделывает метки на дубах и вынимал мёд из ульев. Он говорил, я отбираю дубы по своей метке, а затёс стёсывает, говоря, это мой дуб, это ваш прежний бортник своровал. То есть, это всегда был мой дуб, вот ваш человек нанёс свою метку, а я восстанавливаю справедливость. Поезжай же теперь сам, утверди владение своей бортью. Не справляемся, хозяин. Тут надо конкретно предъяву делать. Сами не разберёмся. Замечательный совершенно город Торжок. 12 век, одна из старых берестяных грамот. От Кирея поклон растили. Вообще, надо сказать, что имена – это же всё дохристианские календарные имена. Да, конечно, уже есть христианские, но у каждого человека как минимум два имени. Одно вот то, которое он получил из святцев. В основном греческие, конечно. Есть и древнееврейские, совсем чуть-чуть древнеславянские. А в основном все эти шуи-ги, киреи, растили. Этот год, кстати, принёс ещё несколько новых имён, никогда раньше не встречавшихся. Поручение. «Добудь мне коня, такого большого, хорошего. Если же тебе не попадётся такого хорошего, то половину». Половину? Что значит половина? И это за два с лишним столетия до Ричарда III, с его знаменитым «Коня полцарства за коня». А тут полконя за царство, да? Может быть, ну вот, да, прости, мне всё время хочется это расшифровывать как-то. Конечно, хочется. Пол цены, скорее всего, пол цены. Да, да что, ну как бы, уценёнку возьму. Да, если не найдётся вот такого, о котором мы с вами предположительно говорили, скорее всего понятно, о каком конкретно коне идёт речь. Но если такого нет, давай за пол цены, но вот, соответственно, похуже. А ещё я подумала, что дубы, про которые шла речь вот в этих записочках, они, может быть, некоторые ещё всё ещё есть. Ну, теоретически возможно, да, дуб, хотя, конечно, Ир, мало верно, всё-таки 900 лет, да, это не секвое, к сожалению, да, опровергается полностью вот этим разговорным русским языком, очень такая в 19-м, начале 20-го века распространённая гипотеза о том, что мат приходит в русский язык с монголами. Оказывается, чего подобного. В домонгольских грамотах уже все четыре слова, неодобряемых Роспотребнадзором по полной программе. Причём, изумите, я не буду, естественно, зачитывать, утро, да, и вообще, так сказать, мы люди приличные. Но, значит, записка, один брат пишет другому, пишет нудную инструкцию, что вот надо у торговца взять деньги, поступить с ними так-то, а тот ему отвечает легкомысленно. И смысл ответа, слушай, будь проще, да, будь как все, вот, не хватит, вы пендриваете, как он это формулирует, совершай половой акт с женщиной лёжа. Ну, то есть, будь как все. Вот ты в гамаке в ластаха с аквалангом сейчас попытался, да? Ты давай вот это по канону нам. Слушайте, двумя словами, я так понимаю. Выдай что-нибудь миссионерское. Ну, кстати, про... Ну, тут вы совершенно правы, двумя словами, на самом деле, четыре, но тут два из них это адресация, Якове, братья. Ну, а дальше вот те самые два слова. Про мат, конечно, ужасно интересно, есть лекция на Арзамасе, если вы её не смотрели, не слушали, обязательно сделайте это как раз о том, чтобы мат, конечно, пришёл к нам не из стандарта монгольского ига, а при переходе из, значит, этого церковного языка в обычный. Там очень много разных интересных историй о том, что означает каждое слово, в том числе слово «мудак», которое можно, кстати говоря, можно, нам разрешили. Да, я знаю. Я консультировался с Рувинским всё время. Оно мне один раз было вот так нужно. Я просто... А вот специалисты, да, видите, а знаете, как это было? Это же было шикарно. Значит, новая газета Дмитрия Муратова, они отправили в Роскомнадзор, ну, это было сколько-то там давно, лет назад, в прошлой жизни, отправили письмо в Роскомнадзор с вопросом, можно ли использовать слово «мудак». И Роскомнадзор им прислал официальное письмо, что можно. С этим письмом Муратов радостно пришёл в студию «Хмосквы». Ещё тогда это даже не было в новостях. Положил его на стол, сказал, значит, так, слово это можно, и полэфира мне, значит, это слово выдавало. Это было... Если звонит какой-то мудак и несёт какое-то... Да-да-да. Так вот, а лекцию, значит, Арзамаса вы прослушаете в перерыве, прослушивание совершенно фантастических лекций, удивительного человека, удивительного специалиста Андрея Анатольевича Залезняка, к сожалению, нас покинувшего несколько лет назад, человека, который огромную долю своего таланта отдал на изучение языка берестяных грамот. Вот его лекция, которая в открытом доступе есть в интернете, это совершенно фантастическая вещь для прослушивания. Даже если вы никоим образом не собираетесь становиться специалистом по древнерусскому языку, послушайте просто потому, что это интересно. Вот смотрите, я про женщин обещал, да? Да, про женщин. Вот письмо, без адресации, уже говорит о том, что это письмо личное и, по сути, в общем-то, секретное. Начинается с обрыва, но легко реконструируется, в чем смысл. Первые слова «к тебе трижды». Понятно, я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? Это перевод, это перевод на современный язык, но просто старый русский был бы малопонятен. То ли неделя имеется в виду семь дней, то ли неделя – это же воскресенье, возможно, да? Как в других славянских языках, в том же польском ниджеле – это воскресенье. А я к тебе относилась как к брату. Мы сегодня эту фразу поймем не так, как, видимо, то, что она вкладывала. Сегодня как к брату это между нами не было… Родственная связь. Но родственная, лишенная сексуальности. А в то время, на самом деле, вот эти барьеры были значительно прозрачнее. А как, Ир, выживать надо? Поэтому после смерти брата муж брал вторую жену, его жену. Не потому что многоженство, а потому что иначе она с детьми пропадет с голоду. Но, конечно, использовала как наложницу тоже, а что ж, если она еще кондиционная. Бра-женщина. То есть я к тебе относилась как к брату – это как раз свидетельство максимальной близости. Я к тебе относилась как к близкому человеку. То есть она, ну понятно, да. Это упрекло. Он ей не муж, но самое ближайшее, что можно описать – это как раз отношение к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе письмо Татьяны Онегиной? Типа я тебе надоела уже свои переписки от тебя. Это и дело. Не унизила ли я твоего мужского достоинства тем, что я женщина первая к тебе обратилась? Девятый класс урок литературы. То есть ты представляешь, сколько лет, сколько лет подряд женщины вынуждены выходить из этого порочного круга, что типа сама ни в коем случае первая не вязает. Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Ужас. Так. А тебе я вижу не Люба. Если бы тебе было Люба, ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался. Она его упрекает в том, что он слишком думает о том, что подумают другие. Слишком ты от этого зависишь. А вот если бы ты действительно меня любил, ты бы на это наплевал и приехал бы. Отпиши же мне. Тебя оставлю. А если даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнешь надо мной насмехаться, то пусть судит тебя Бог и моя худость. Неслабо, да? Вот тебе две судьи. Ну, в смысле того, что мне плохо. То, что мне плохо. Есть, правда, другой вариант прочтения, что это такой вот вежливый оборот. И я, и мое несовершенство. Но мне кажется, что... Мне кажется, да, что тут мне будет плохо, и тебе должно быть стыдно. Бог и мое несчастье, мое горе. Какие все вот знакомые вообще ощущения вот этих вот всех писем, когда там в девятом классе мальчику пишешь, и думаешь, блин, а может, я зря ему первое написал. Ну, ничего, будет мне плохо, он раскается, что он мне не ответил. А вот другое. Пишет женщина, пишет своему защитнику, покровителю, вероятно, брату, скорее всего. Ну, может быть, другую семье или еще кому-то. От гостя ты к Василию, что дал мне отец и родичи дали в придачу, то за ним, это она о своем несостоявшемся или состоявшемся муже, то есть то, что я получила по наследству, отошло к нему в качестве моего приданного. А теперь, женясь на новой жене, опа, оказывается, в Новгороде был светский развод, получается, да? Церковь, безусловно, не... А это какой период? Это начало 12 века. О, как интересно. Это времена, там, Ярослава Мудрого, возможно, даже его... Нет, ну, если барьеры были пониже, если можно было брать в жены... Но это, наверное, еще просто языческие пережитки. Ну, вторую жену в смысле погибшего брата, то... Ну, как языческие пережитки, я думаю, что это больше не столько языческие пережитки, сколько практическая сметка такая, да. Ну, нет, конечно, это свидетельство о том, что христианство еще распространяется достаточно поверхностно. Так вот, а теперь, женясь на новой жене, он мне не дает ничего, то есть он не возвращает мне этого приданного. Ударив по рукам в знак новой помолвки, то есть заключив помолвку, да, он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость. То есть приезжай, защити меня. Да, ну, мужа... Либо мужа вернем, либо хотя бы вернем обратно приданное, потому что, получается, совсем мошенничество. И вот такого множества, множества невероятно интересных вот этих вот половин коней. Так что я к чему говорю, что вот это вот удавися, это не революция в археологии берестяных грамот. Это еще один, просто нам сегодня очень милый, понятный штришок, показывающий, что вот это были живые люди, а не кодексы и те самые. Тут надо сказать, что картинки, которые мы демонстрировали вам в эфире, мы взяли из новости на сайте НПлюс1, мой любимый сайт, как вы помните, и это они, в свою очередь, взяли из Новгородского музея-заповедника. Но тут наш зритель, слушатель многолетних, слушатель их Москвы, пришло мне сообщение, пока мы это все обсуждали, что целый корпус грамот для самостоятельного рассмотрения с расшифровкой в текст есть на сайте Национального корпуса русского языка, с которого, соответственно, все, ну, просто чтобы наши зрители тоже могли потом, так сказать, что-нибудь поискать интересное. А еще наши слушатели просят как-то прокомментировать то, что собираются музей на раскопе в Новгороде строить, потому что об этом сейчас говорят очень много. Да, собираются строить музей. Этот музей будет, насколько я знаю, это решение принято, будет посвящен выдающемуся человеку, человеку, который, по сути, раскопал Великий Новгород, не он начал, в честь первой, так сказать, научной, еще до войны археологической экспедиции, это Артемий Владимирович Арцеховский, но вот его ученик Валентин Лавренчевич Янин, академик, выдающийся историк и археолог, он несколько десятилетий возглавлял эту экспедицию. Сейчас о результатах очередной работы, Валентин Лавренчевич скончался 4 года назад, но сейчас о результатах работы еще долго будут докладывать его ученики. В частности, вот один из докладов делала его вдова, значит, вот как раз по поводу этой грамоты. И этот музей должен стать, безусловно, памятником этому замечательному человеку. Но просто возмущаются же, что этот музей будет стоять прямо на раскопе незаконченном. Ну, почему незаконченном? Еще взяли, что незаконченном. У нас, во-первых, ничего в городах, которые попадают в этот археологический список, пока не закончится археологическое изыскание, ничего строить нельзя. Так что музей поставят, уверяю вас, археологи, если они будут иметь к этому отношение, не докопав до, так сказать, последнего нижнего культурного слоя, ничего никогда не позволят построить. И вот в заключение, потому что мне уже пора ореху уступать потихонечку место, вот, в заключение байка, которую рассказывают там свидетели есть, очевидцы, я достоверность проверить не могу, ничего невозможного в том, что это было на самом деле нет, но эта байка, как мне кажется, очень здорово характеризует и Валентина Лаврентьича, человека, с замечательным чувством юмора, и вообще ту чудесную обстановку, которая обычно творится на археологических раскопках. Сразу хочу сказать, археологи, конечно, септа. Я к ней не принадлежу, но я очень люблю эту септу. Это люди, которые поклоняются лопате и делают это абсолютно осознанно и очень трогательно. Так вот, рассказывает такой байк, в советское еще время, выходные дни в городе, на раскопе ведутся, естественно, работы, потому что сезон полевой короткий, но в обычном городе Новгороде, значит, выходные со всеми вытекающим. Прямо рано утром Янин еще спит, примчались, Валентин Лаврентьевич, срочно, поехали быстрее на Троицкий раскоп, там такое, там такое, там такое. Или на Неревский, неважно, какой это раскоп. С трудом, попадая в рукава, все пропало, значит, летят, приезжают, картина масла. Раскоп. О, огорожен какой-то там цветной ленточкой или какими-то там деревянными этими самыми. Раскоп. Значит, с одной стороны вот эта оградка хиленькая снесена, внутри раскопа на крыше четырьмя колесами вверх лежит 24-я Волга. Никаких признаков людей там ни покалеченных, ни крови, ничего. То есть, они как-то отползли или успели выпрыгнуть. Багажник открылся и оттуда выкатилось несколько бутылок водки. Янин сделал несколько кругов по верху. Все стоят в почтительном этом самом, что он сейчас скажет. Он поднимает глаза вверх и так никому конкретно не адресуясь, но так, что слышат все, говорит. И вот пусть теперь кто-нибудь мне скажет, что у новгородских славян 13 века была бедная материальная культура. Прямо одну минуту, пожалуйста, еще времени. Я просто хотела вернуться к вопросу, который задавала Лиза про раскопки. Там есть проблема. Я поняла, что ты говоришь, но там реально есть проблема. Потому что то строительство, которое изначально предполагалось, все было нормально, пока не увеличили территорию, на которой стройка. И археологи сказали, что да, окей, но нам нужно время для того, чтобы закончить раскопку. Им не дали. То есть, им надо дать еще время, потому что они говорят, что им нужно еще... Они просили 4 года, им дали только 2 года. Я надеюсь, что это можно согласовать, потому что вообще, насколько я понимаю, закон на их стороне. Ну, в общем, там нужно останавливать это строительство, дать археологам еще один год, чтобы... Я читал, потому что я встречал, хотя еще раз говорю, я далек от практической археологии, но я встречал, тем не менее, вот на тех, так сказать, в тех сообществах, где я тоже состою, призывы срочные, ребята, вот время очень поджимает, поэтому все, кто может, все, кто способен держать лопату в руки, там не обязательно квалифицированный археолог, что, пожалуйста, вот приезжайте волонтерить, вот нужно... Если раньше мы приглашали только на длительный срок, пока человек там войдет, в курс делает, сейчас, пожалуйста, неделя, две недели все равно приезжайте, потому что нужны люди для этой самой работы. Но я надеюсь, что будет найдено какое-то мудрое решение, тем более, что, ну, по сравнению вот с теми веками, о которых мы сегодня говорим, все-таки, наверное, не горит. От памяти Валентина Лавренча не убудет, если музей будет построен на два года позже, но с полным соблюдением тех принципов, которые он отдал свою жизнь. Все, спасибо большое, Алексей Кузнецов у нас в студии был, сейчас он поменяет. И рад был быть, спасибо. Да, мы тоже ужасно рады, что в студии наши зрители тоже ужасно рады.